Ровно две недели до старта одного из главных событий «Начало лета» я сейчас о Петербургском международном экономическом форуме. Да, РБК, кстати, будет его освещать, конечно, эксклюзивные интервью каждый день будут в эфире из нашей выездной студии. Но не только деловая программа там будет. Второй год подряд на полях форума откроется проект «Территория инноваций», который включает в том числе конкурс стартапов. Что еще интересно, пич-сессия на миллиард, где участники смогут привлечь финансирование от крупнейших вечерных фондов. Подробнее об этом мы сегодня поговорили с Александром Стуглевым, председателем правления, директором фонда «Росконгресс». Александр, Питерский международный экономический форум уже на носу и в очередной раз там откроется проект «Территория инноваций». Как он изменится по сравнению с прошлогодней территорией? Конечно, в ближайшее время уже откроется Петербургский международный экономический форум «Территория инноваций» прошлого года. Был наш первый опыт такой, и мы излетли из него уроки. Во-первых, работали целый год и готовили достаточно много различного рода проектов с партнерами для того, чтобы сделать «Территорию инноваций» качественным, современным продуктом. Будет представлено в три раза больше компаний на выставке, будет представлено несколько пич-сессий, формирована качественная деловая программа. И я уверен, что, конечно, этот проект будет дальше развиваться, он для нас важен для того, чтобы показать в том числе и технологическую конкурентоспособность российских проектов. О пич-сессиях тоже чуть позже поговорим. В рамках «Территория» пройдет конкурс инновационных стартапов. Кто вообще может принять в нем участие? Нужно ли платить за вот это вот участие в конкурсе? И по какому принципу эти стартапы отбираются? Во-первых, пройдет два конкурса фактически. Это конкурс, который мы делаем с нашими партнерами в «Эп-инновации» и фондом «Сколково», называется «Истбонд», и посвящен в основном вопросам развития искусственного интеллекта или проектам, связанным с искусственным интеллектом. В конкурсе, естественно, может принять участие любая компания. Это международный конкурс, есть достаточно прозрачные условия участия на сайте, и он бесплатный для участников. Все процедуры, которые они проходят, они связаны, собственно говоря, только с теми затратами, которые они несут на представление проекта. Победители конкурса получают еще возможность участвовать в Петербургском форуме, в одной из крупнейших коммуникационных площадок, где представлены крупные фонды, бизнес, госкорпорации. Площадка очень качественная, интересная, и, конечно, все туда стремятся. Второй конкурс – это «Бизнес-приорити», который мы делаем тоже с нашими партнерами, и один из наших дочерних фондов, РК «Инвестиции», принимает участие в его организации. Здесь уже более широкая гамма проектов, и в качестве бонуса, в качестве, скажем, приза победителя – это, конечно, финансирование. Что касается пич-сессии на миллиард, 10 участников смогут привлечь финансирование в размере до 1 миллиарда рублей от крупных венчурных фондов, прямо во время, собственно говоря, этой пич-сессии. Какие венчурные фонды подтвердили уже свое участие в ней, и есть ли среди них зарубежные? Около 10 фондов примет участие в этой сессии. Список, в принципе, может еще измениться. В настоящий момент это в основном российские фонды, но, конечно, само мероприятие открыто для всех потенциальных инвесторов. По вашему опыту взаимодействия с инновационными стартапами, в чем вообще заключается главная трудность выведения новых продуктов на российский рынок? На что чаще всего жалуются предприниматели, авторы идей? Это нехватка финансирования или какие-то, может быть, бюрократические препоны, монополизация рынка? В современном мире с той скоростью изменений, которая происходит в технологиях, с учетом глобализации, цифры, больших данных, сложно там жаловаться на какие-то бюрократические препоны. Тем более рынок технологий, рынок инноваций, он, наверное, международный в большей своей степени. И те продукты, которые ребята, что молодые, что инженеры уже сформировавшиеся, могут предложить рынку, они могут быть востребованы как в России, так и за рубежом. С точки зрения основных проблем для молодых технологических предпринимателей, конечно, это опыт представления, опыт убеждения, опыт презентации. Здесь, наверное, основное принимать участие в таких конкурсах, смотреть, как это делают их коллеги, конкуренты, партнеры, и работать над своим проектом, убеждать, доказывать, иметь качественную команду. Большое спасибо. О проекте «Территория инноваций», который состоится, пройдет на Питерском международном экономическом форуме, мы поговорили вместе с председателем правления, директором фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым.